доброе утро дорогие друзья доброе утро и мы начинаем мы начинаем наш традиционный урок торы доброе утро также в телеграме сейчас мы включим запись главами кэц пятый день глава не кэц пятый день пятый день и начать запись очень вам советую еще раз переключиться на телеграм и чтобы смотреть и в телеграме и в фейсбуке до ханука сам яков шатадин да слава богу вот мы уже воикра сейчас переходит на новую стадию развития сейчас выходит книга мишли уже вышла и мы будем ее для только для друзей воикра партнера воикра и спонсора воикра мы будем ее распространять и на эти деньги которые нам дают друзья партнера и спонсоры мы очень сильно будем развивать нашу деятельность чтобы весь мир наполнился светом торы добром радостью счастьем и придет маше в наше время и так пятый день пятый день главы микэц сегодняшний урок для полного лири флаш лима александр бен эмиля моши бен рита рита бад бася и все кому кто нуждается сейчас в полном выздоровлении чтобы прямо волна здоровья на них прям пошла накрыла их и перенесла на следующий уровень в здоровье и энергетики дальше чтобы было лилу нишама борох бен авраам и моши бен леонид насколько я помню вот как мы за него молились может быть леонид и тому же комиссарук который сегодня 30 дней с его ухода и чтобы было у него лилу нишама что поднялась его душа в самые там хорошие места фейсбук вот прервался сейчас опять включился и значит поэтому в телеграме конечно лучше смотреть все день хамиши значит как мы помним вчера мы остановились на том что йосеф задержал всех братьев всех 10 братьев задержал в тюрьме арестовал их и значит обвинил их в том что они разведчики они не знали что это сф они думали что это какой-то сумасшедший какой-то сумасшедший правитель египта который на них наводит абсолютную абсолютно совершенно непонятное обвинение и вот они сидят в значит в ужасе не в ужасе они сидят вот в таком вот ну я не знаю может быть даже и в ужасе они сидели потому что когда тебе угрожают пожизненным заключением в египте в рабстве там страшной какие-то вещи то может быть они были чуть-чуть в ужасе теперь начинается сегодняшний отрывок с того что говорит им юсеф их вызывают обратно к юсефу и он ему говорит если честные вы то тогда одного брата я арестую оставлю его в тюрьме а вы идите и принесите значит хлеб вашим семьям как вы говорите и брата вашего младшего приведите ко мне и тогда тогда проверятся ваши слова и не умрете и сделали они так теперь что он им предлагает то он хотел их всех арестовать и одного отпустить теперь он говорит нет давайте я одного оставлю а вы все пойдете и сказали они каждый своему брату представьте ситуации они в десятером ой говорят они виноваты мы виноваты мы за нашего брата которого видели мы его страдания то есть за брата за и сф они говорят о которого они мы тогда бросили в яму и когда он просил нас чтобы мы его отпустили а мы не слушали его поэтому пришла на нас это цара это неприятность пришла на нас поэтому отсюда мы видим что еще почти четыре тысячи лет назад получается эта история была три тысячи где-то 700 лет назад то мы видим что вот этот вот аспекта то что сегодня называют карма бумеранг там и так далее то уже в то время даже не уже в то время они были надо понимать что они были почти пророки да то есть они были сыновья якова они были все время росли в доме где где были ангелы где где все время говорили про всевышнего и они понимали что все возвращается и когда с ним к ним пришла вот эта неприятность они вспомнили что произошло 12 лет назад и они сказали вот за то что мы тогда так делали пришло нам сегодня вот это ваян ровену там лимур и ответил им ровен старших брат а говорил я вам говоря не грешите за ребенка а он помните ровен хотел его спасти и он им тогда говорил что вы не можете его обвинять даже по суду они его обвиняли они думали что они правы в той ситуации но он говорит им даже если вы думаете что вы правы но он же ребенок ему тогда было 16 лет а вы меня не слушали вагам дамо и на недраж и кровь его теперь вас взыщется потому что они что они говорили они говорили что все же возвращается точно мера за меру и они говорили так что вот у нас мы его судили правильно он хотел нас убить лишить наследство там и так далее так они думали это что мы его судили мы были правы но за то что мы были жестокие за то что мы не слышали его его просьбы к нам и за за вот это как бы как бы внешние такие признаки да то что были теперь нам возвращается даже мы по сути были правы но по форме мы были неправы теперь нам за форму возвращается а ровен говорит нет вы были по сути неправы то что вы его судили у него он был ребенок он говорил может быть то что вы трактовали как нападение на вас, это не было на вас нападение, значит он им говорит за кровь его тоже с вас взыщется и они не знали что слышит Иосиф потому что между ними был переводчик значит это был представьте древний египетский такой дворец, помните как мумии у них или как рисовали вот как были фараоны у них такие шапки, какие-то они раскрашены были какими-то непонятными красками, все такие в золоте ну то есть они любили такую магическую атрибутику древние египтяне, и Иосиф он был вот такой вот весь как мумия а переводил его сын, говорит на муснатора, его сын Минаше он был переводчиком между египетским языком и ивритом и они говорили между собой на иврите, думая что Иосиф не понимает, а Иосиф понимал и он от них отвернулся Иосиф и заплакал, то есть его это очень сильно вот этот весь разговор растрогал, значит потому что Ваешев вернулся к ним и говорил им снова, значит он успокоился и говорил, значит так, и возьму я от вас Шимона и его арестовал на их глазах Шимон это тот, кто его бросил в яму и он сделал то же самое что было тогда с ним, то есть он оставил одного из них Шимона войца Иосиф и приказал Иосиф и наполнили значит их мешки этим самым зерном значит и в общем положили они положили они на своих ослов, на осликах они приехали на ослах, взяли они эти мешки и значит и приказал он им положить их деньги обратно в мешки, спрятать там же, да то, что они заплатили значит и один из них он достал достал это серебро которое было а остальные не нашли то есть у одного сверху оно лежало значит и они очень сильно испугались очень они испугались и говорят что это делает всесильный нам они в этот момент поняли, что вся эта история она идет от Всевышнего и они значит они очень испугались они поняли что это им идет сейчас возврат наказание за то что было у них раньше очень они испугались воеволи Якова и пришляни к папе Якову в землю к Наан и сказали все что с ними случилось рассказали они залного всю эту историю что он с нами говорил очень жестко и думал что мы разведчики и сказал он нам значит мы ему сказали что мы сыновья одного человека мы не разведчики что нас 12 то есть они ему пересказали Якову всю эту историю и сказал он нам что так вы можете доказать что вы не разведчики одного я оставлю в тюрьме а вы возвращаетесь и значит вернетесь с младшим братом теперь здесь очень интересно очень интересно объясняет Малбим почему Йосеф так себя вел и почему это именно их так испугало в начале они думали что действительно Йосеф на них значит как сказать вот просто придумал какую-то напраслину да обычно человек когда с ним случается какая-то неприятность он в начале думает да вообще я мне-то за что думает человек я такой хороший почему почему я почему у меня что-то сломалось почему то есть обычно человек он в начале думает что то что с ним происходит его в этом нет никакой ответственности да и они тоже в начале подумали что нет никакой ответственности что он просто на них какую-то напраслину сейчас возвел и значит потом когда когда он начал им говорить что я одного оставлю а все остальные вернутся и привезите младшего брата они поняли что он действительно подумал что они разведчики так они подумали теперь как как они это поняли смотрите как интересно значит если если они как они правду сказали бы были бы один сыновья одного человека 10 человек это странно что один человек посылает 10 своих сыновей для того чтобы напасть на другую страну и быть разведчиками это очень странно значит скорее всего что если они из разных родов если они не родные братья эти 10 человек то один из них не захочет остаться за всех потому что потому что они остальные не вернутся чтобы его забрать то есть когда он говорит я одного оставлю чтобы проверить или вы братья они подумали что действительно он сомневается братья они или нет теперь и понятное дело что если бы они не были братья были бы разведчики они бы не вернулись и тот бы один которого оставили он бы начал сразу кричать не оставляйте меня почему это вы меня оставляете он бы всех выдал но значит они поняли что он действительно их подозревает так они подумали для себя и поэтому они пришли папе и говорят отпусти с нами младшего брата чтобы мы доказали что мы не разведчики отпусти значит ну что сказал им Яков их папа меня вы значит оставили без сына Юсефа и теперь Шимона нету и что теперь вы Бенемина хотите забрать у меня и тут мы видим что Яков который здесь он называется Яков помните Яков получил имя Исраэль Исраэль это духовная ступень когда он поднимался на очень высокую духовную ступень Яков это когда он был на обычном человеческом своем состоянии и тут мы видим что Яков который Исраэль который один из трех праотцов который с Богом был одно целое да можно сказать тут он говорит я лишился уже и Юсефа и Шимона я лишился и хотите вы Бенемина меня лишить в этом сегодняшний самый большой урок сегодняшней главы с моей точки зрения сегодняшнего то что мы изучаем что вот Яков пророк да по факту мы знаем мы то знаем что Юсеф хотел как лучше это его сын Юсеф который оставил Шимона чтобы пришли вместе с Бенемином то есть ничего плохого там не было вообще в принципе задумано но Яков который пророк который умнейший человек который Лавана обманул там Исава обхитрил из всех ситуаций в жизни выходил и тут он совершенно видит реальность ну вот он видит реальность совершенно в искаженном формате то есть он живет в своей какой-то истории которая к реальности не имеет никакого отношения представляете и сказал Рувен папе говоря вот значит двух моих сыновей убьешь если не приведу если не верну тебе Бенемина значит дай его нам и мы сходим докажем что мы не разведчики и вернем его тебе и сказал ему Яков в этот момент сказал не спустится мой сын с вами Бенемин потому что его брат умер неправда Йосеф жив мы знаем а Яков думал что он умер в Уле в Адоне шар а он один остался в Экра уасон и случится с ним несчастье в пути по которому вы пойдете и спустите вы мою седину в Модилу но в ту часть Модилы которая называется ад то есть мы видим что Яков совершенно говорил не то что в действительности было он находился в своем представлении о реальности которая не соответствовала реальности вообще и отсюда мы учим главный урок сегодняшнего дня что человек то что он думает он может быть уверен на тысячу процентов что он прав а вообще он не прав он может быть вообще вот просто жить в такой иллюзии в которой ну нет ни крупицы правды вот тут мы это увидели прямым текстом варавка вэдбарец голод был тяжелый на земле утяжелялся и было когда закончили они съели весь хлеб который привели из Египта и сказал им папа пойдите купите нам еще немного хлеба надо пойти покупать хлеб сказал он и сказал сказал ему Иуда он говорит человек вот этот правитель Египта сказал что вы меня не увидите моего лица если не будет брата с вами значит если ты пошлешь беньомина с нами значит мы спустимся купим хлеб а если нет значит не спустимся потому что он нам сказал значит не видите не увидите вы моего лица если не будет брата с вами и сказал Исраэль тут мы видим что он поднялся над духовной ступень Исраэль лама ариасимли зачем вы сказали зачем вы сделали зло мне сказал он им сказав этому человеку тому что есть у вас еще один брат они ему отвечают так он нас спрашивал этот человек он из его вопросов мы понимали что все он знает а Иосиф так как он же знал он задавал такие вопросы которые которые как бы они думали что он ясновидящий что он какой-то маг то есть он задавал вопросы которые они понимали что его обмануть нельзя и он говорит значит мы отвечали потому что он спрашивал а еще ваш папа жив а есть рад значит мы ему отвечали по его вопросам и и иуда и сраэлю папе своему пошли с нами подростка встанем и пойдем купим мы еды или мы все умрем или мы все умрем значит и я говорит иуда буду буду я как сказать арф арф это гарантом я буду гарантом гарантом я буду что потому что если мы не пойдем сказал он мы все умрем и сказал им и сраэль папа их если так так сделайте возьмите немного подарков из земли израильской чтобы принести приношение этому властителю чуть-чуть этих благовоний меда там вот таких вот орешков нечего-то там особенного да возьмите двойную дозу серебра чтобы вернуть то что в прошлом году по ошибке наверное вам положили и значит и в этом году чтобы купить и значит и берите вашего брата значит возвращайтесь к этому человеку вээль шадай бог всесильный даст вам милосердие перед этим человеком и значит отошлет с вами вашего брата и беньомина значит кашер и ая говорит как был значит это слово шакальти шакальти я как был сейчас я посмотрю что говорит раша шакальти 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 что-то со мной не в порядке раз юсеф погиб раз юсеф пропал значит он говорит нет у меня видно мазали я уже говорит как буду так и буду и взяли эти люди приношения то есть братья серебро взяли и пошли они беньомина взяли пошли они в египет и предстали они перед юсеф завтра мы узнаем как разворачивался дальше их разговор с юсеф что мы с сегодняшнего дня видим и с сегодняшнего дня мы видим одну очень очень важную вещь что человек живет не в реальности а человек живет в своем представлении о реальности и вот нам прям показывают насколько каждый находился в неком своем фильме и этот фильм мне вообще не соответствовал тому что было на самом деле по факту юсеф был жив по факту юсеф хотел вернуть братьев юсеф хотел им добра юсеф хотел значит ну чтобы у отца было все хорошо то есть по факту все было хорошо теперь возникает вопрос возникает вопрос который долгие годы был у меня без ответа а почему юсеф зачем юсеф весь сделал вот этот вот цирк да весь этот театр почему он сразу не сказал братьям привет братья я жив значит бог вы хотели мне зла а я бог хотел мне добра так получилось почему почему вот этот вот вопрос почему он он уже был к тому моменту к тому моменту он был премьер-министром в Египте сколько лет 7 лет сытости и 2 года голода 9 лет он был уже премьер-министр ладно можно сказать пока он был раб он не мог сообщить отцу что он жив но когда он уже стал премьер-министром почему он не мог сообщить отцу что он жив говорят что братья наложили хэром на него хэром это как бы какое-то страшное проклятие тому кто расскажет отцу значит но опять же Есэф мог придумать какую-то историю которая бы нет он даже не пытался почему этот вопрос у меня был очень большой вопрос был почему есть разные на это ответы самый популярный ответ это то что он хотел чтобы его пророчести сон сбылся но я не помню кто это или ромбан или кто-то из других комментаторов он задает на это очень мощный вопрос он говорит пророк не обязан сделать так чтобы его пророчество исполнилось то есть да пророк он видел во сне пророческом сне но опять же сон нельзя сказать что сон это стопроцентное пророчество потому что мы знаем что во сне есть часть только правды и большая часть примесей каких-то да и что сон это даже у пророков когда Якову снилась лестница в небо то Яков сам сомневался или действительно Бог мне во сне пообещал что будет меня охранять и поэтому он взял недр взял обед перед Богом уже после сна теперь если сказать вот идти по этой линии что Йосефу снилось что ему поклонятся 12 11 снопов и 11 звезд и поэтому он весь этот хотел сделать театр чтобы пришли все 11 братьев после того как 10 поклонились он хотел чтобы пришло 11 это линия по-моему рамбан говорит что что пророк не должен нет на нем обязанности чтобы его пророчество исполнилось поэтому эта линия она не отвечает полностью на этот вопрос я думал 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 а есть значит в Мишле такая есть в Мишле царь Сламон говорил что если у тебя есть что-то сильное сильное желание если ты будешь божественную мудрость искать как люди ищут серебро и золото то значит тогда тогда ты поймешь трепет перед Богом и познание всесильного найдешь и вот я значит прямо думал над этим вопросом и просил Всевышнего чтобы он мне дал ответ и вы знаете мне кажется что вот один из отрывков он отвечает на этот вопрос в Мишле да я не помню это по-моему 14 14 если я не ошибаюсь сейчас есть такой отрывок есть такой отрывок значит что нет это не 14 значит есть такой отрывок я мне кажется помню его наизусть написано так и полгей маем лев мэлых бьядашем как полгей маем как потоки вот сердце царя в руках Бога выколь маше эрце и ате и все куда Бог захочет туда он и повернет сердце царя про обычного человека написано так что много замыслов в сердце человека замысел Бога исполнится про обычного человека написано что леадам леадам марахэ лев у леаше мецедэй гэвер что и в другом месте написано от Бога то что он скажет то есть человеку обычному его мысли его ход мысли ему подвластен И ответственность за ход мысли полностью на человеке. Но уже то, что человек делает, это уже в руках Всевышнего, потому что обычный человек, он в принципе очень мало влияет на окружающий мир. Он сильно влияет на себя, на свою жизнь, но когда он начинает что-то решать и что-то пытается делать, на него очень сильно влияют внешние факторы, которые сильнее, чем обычный человек. У обычного человека мало в принципе власти, он даже в другую страну без визы поехать не может. Теперь царь. У царя неограниченная власть. У царя власть огромная, у него прямо он все, что он захочет, он того может убить, войну может начать и так далее. То есть, но вот тут как раз Всевышний говорит стоп, а на царя у нас есть ограничения на его мысли. Если у обычного человека его мысли в руках человека, то у царя его мысли не в руках царя. У царя его мысли в руках у Всевышнего. И вот это, мне кажется, ответ на вопрос, почему Юсеф это делал. Даже Юсеф не знал на тот момент, почему он это делает. Он это делал, потому что Всевышний хотел, чтобы было так, чтобы мы сейчас сидели, учили Тору, чтобы мы это разбирали. То есть, мышление Юсефа в тот момент, он это делал, как многие люди, которые попадают в поток, вот они в потоке. Он это мог делать, он был в потоке. То есть, ему шло и он делал. Почему он делал? Мы пытаемся понять, что он это спланировал. Мне кажется, нет, он был в статусе царя, а мышление царя в руках Бога. Для меня вот этот ответ, мне кажется, он объясняет все непонятное в действиях Юсефа, которое мне лично абсолютно непонятно. Хорошо, дорогие друзья, значит, все. С этим мы разобрались, мне кажется. С Божьей помощью, чтобы Тора освещала наше мышление, а мы намерение сердца свое выбрали, направление, чтобы соединиться со Всевышним, делать добро, выполнять заповеди, и тогда Всевышний нам даст для этого все ресурсы. Здоровья, благополучия, деньги, долгую жизнь, и все будет хорошо. Все, удачи, всем успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы для вашего блага, и чтобы быстрее закончилась война. Самое страшное, это война. И война, мне кажется, закончится, когда мы с вами будем хорошо молиться, потому что сердца царей, знаете, все, есть надежда, что сейчас там этот отступит, этот отступит, этот отступит, этот отступит. Как бы все разойдутся и дадут нормальным людям, спокойным людям жить в мире. Но мы видим, что пока люди сами не в своих сердцах не установят мир и не обратятся ко Всевышнему, то вот эти вот цари, которые сейчас, да, которые, ну все равно же, они принимают главные решения. Есть несколько людей в мире, которые принимают решения, то, возможно, вот когда мы с вами хорошо помолимся, то выйдут российские войска из Украины и закончится война. Это же просто. Россия-то огромная, зачем им Украина? Выйдите, все, вот граница, стена не нравится, поставьте большую стену. Все. Хорошо, дорогие друзья, удачи, успехов всем, и молимся, чтобы наступил быстрее мир, чтобы мирные люди жили в мире. Все, всем пока, удачи, успехов.